Привет, дорогие друзья! На связи Владимир Ковленко. И сегодня я с вами буду говорить на тему секреты успешного выступления на камеру, а также как побороть страх съемки. Итак, не переключаемся. Эта тема очень актуальна для тех, кто пришел в бизнес и начинает развивать свой личный бренд, выдавать контент, потому что нам нужно быть полезным. И здесь, конечно же, идет речь о записи видео. Но для многих публичное выступление или съемка является на первом месте после смерти, представляете? И сегодня я с вами поделюсь секретами, техниками, которые вам позволят этого избежать. Конечно же, здесь нужно нарабатывать опыт для того, чтобы было легче, проще. Но на старте можно избежать некоторых ошибок, которые вам помогут быстрее развиваться. Что я вам порекомендую сделать первое? Это записывать видео и не смотреть. Да-да, вы правильно услышали? Не смотреть то, что вы записываете. Начните это делать. На старте вам будет, конечно же, не очень приятно, вам не будет нравиться ваш голос, вы будете к себе придираться. Могу сказать это по личному опыту, потому что первое свое видео я ужасно не любил и не мог слышать свой голос. Но это время прошло, и теперь мне даже по кайфу посидеть, посмотреть то, что я когда-то записывал, чем я делился. Начните проводить прямые эфиры, начните записывать сторисы. И постепенно у вас присутствие камеры пройдет, и вы сможете легче и быстрее, и свободнее проводить время перед ней и делать съемку. Вторым пунктом, чтобы я вам порекомендовал, это подготавливать сценарий, по которому вы будете идти. Текст, который вы будете заранее знать, проработать и прочитать. У вас появится уверенность, что вы не забудете. Но если даже забыли, то у вас есть где подсмотреть, чтобы не сбиться и заново не придумывать какой-то такой каламбур. Поэтому вторым пунктом обязательно заранее прописывайте сценарий, видео. Нужно держать фокус на том, что вы даете, а не на том, что о вас подумают. Потому что вы должны понимать, что ваша информация, которую вы записываете, может изменить жизнь и судьбу многих тысяч людей. Поэтому, когда у вас начинается страх, переносите фокус самого себя на то, что вы даете, на то, что вы полезны, на то, что вы отдаете. И помните, что вы сюда пришли не для того, чтобы взять, а для того, чтобы дать. Все-таки, если так случилось, что у вас сильный стресс, прям вас сковывает, то есть несколько методик, которые позволяют решить эту проблему. Первое, это, конечно же, физические упражнения. Вам нужно взять, поприседать, побегать на месте. Это позволит вам немножко выдохнуть. Есть второй прием, называется зевок. Вы зеваете, насыщаете кровь кислородом. Это вас успокаивает и снимает стресс. Поэтому, используйте эту методику для того, чтобы как-то расслабиться, если вас прям вот сильно-сильно сковало. Следующий пункт, он очень интересный и важный. Нужно подготовить голос. Что для этого необходимо сделать? Есть некоторые нехитрые упражнения. Первое упражнение, это языком в закрытом рту по часовой стрелке. В обратную, туда и обратно. Таким образом мы разрабатываем спящие мышцы нашего лица. Следующее упражнение, оно тоже интересно, с ложкой. Берем ложку в рот и начинаем говорить. В этом видео мы с вами разрабатываем систему. И таким образом, минутку, две, три мы начинаем говорить. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы вырабатывали дикцию. И даже потом, если вы будете говорить тихо, то у вас будет четко, громко слышно. Поэтому выполнять эти упражнения для того, чтобы ваша речь становилась громкой, ясной. И вам было легче, в самом деле, делать съемку, записывать видео и выдавать контент, полезный контент, который будет менять жизни и судьбы многих людей. Я, кстати, сам недавно узнал об этих упражнениях. Начал активно применять. И я вам хочу сказать, что дает существенный результат. Потому что бывает так, когда записываешь видео, часто язык заплетается. И ты потом подаешь в какую-то панику, депрессию. Особенно это на старте. Поэтому выполняйте сразу эти упражнения, что позволит вам существенно увеличить свои шансы на успех и придаст вам уверенность. Вы поборете страх и перестанете бояться съемок. Постепенно мы подобрались к пункту, в котором будем рассматривать, как же вести себя на камеру. Первое, что хотелось бы сказать, это, конечно же, быть естественным. Ваш юмор, ваша харизма, вы должны быть настоящим. Вы должны быть таким, как и в жизни. Не выдавайте себя за другого человека, потому что ваши зрители это почувствуют. И они на самом деле чувствуют, когда их... Будь собой, ты индивидуальность и помни об этом. Вторым пунктом – это ваша внешность. Вы должны быть свежи, непомяты. Не так сказать, грубо говоря, будуна с бланжами под глазами. То есть вы должны быть чистые, свежие, красивые. На вас могут быть модные аксессуары, интересная одежда, чтобы это было смотреть. Но помните, это должно выражать вашу сущность, вашу личность. Потому что если вы начнете фальшивить, опять-таки люди это почувствуют, что это не ваш стиль, это не вы, вы неестественные. На самом деле это очень чувствуется. Поэтому будьте просто сами собой, но при этом опрятны, красивы. И желательно, чтобы это было запоминающееся. Также помните о законе контрастов. То есть, чтобы вы не сливались на фоне. Если вы в черном, то на черном фоне недопустимо сниматься, вы сольетесь. Либо если вы в светлой одежде и сидите на светлых диванах, точно так же вас сольет. Вы должны быть ярким пятном, которое будет держаться в кадре и не уводить никуда в сторону. Следующим моментом я бы хотел отметить, это слова паразиты. Вы должны над этим работать. Конечно же, на самом деле, это и так просто, и легко, как говорить. Но, тем не менее, вы держите галочку в уме, чтобы не использовать их. И всегда прорабатывайте. Также просите ваших знакомых, чтобы вам об этом напоминали, если замечают за вами такой грешок. Слова паразиты. Следующим пунктом это эмоциональность. Вы можете выдавать интересный контент, но он может быть сухим и пресным. Тогда вас долго смотреть не смогут. От вас должна исходить энергия. Потому что люди хотят заряжаться. Вы должны быть эмоциональны, но вам не нужно кричать. В самом деле, просто выдавайте это на позитиве. Потому что унылые. И так достаточно в мире. Достаточно выйти или посмотреть за окно. Поэтому кричать не нужно. Будьте эмоциональны, открыты, и люди это почувствуют. Если вы будете тихие и скучные, тогда какой бы ни был контент, насколько бы он ни был крутым и полезным, люди его, первое, либо не досмотрят, либо поймут, что им неинтересно смотреть и наблюдать за таким человеком и просто повторно не придут к вам на канал. Друзья, говорите конкретно. Я люблю лично давать только мясо, только рок-н-дролл. Если ваш ролик называется определенным образом, то именно контент, который вы даете, должен быть конкретно на решение этой боли. Потому что сейчас люди ценят свое время и они хотят получить быстрый ответ на свой вопрос. Если вы будете давать именно так, а дне будет бла-бла-бла, много воды, вилами по воде, как это зачастую на просторах интернета и в ютубе, тогда вас будут смотреть. Будьте конкретны. Ну а этот пункт вытекает из предыдущего. Для того, чтобы быть конкретным, я вам рекомендую создавать сценарий, чтобы не упустить самого главного или какую-то мелочайшую подробность, которой вы могли бы поделиться, но упустили. Опять-таки, это вам поможет не переживать и всегда иметь под рукой важный инструмент, такой как сценарий, который я использую всегда. Ну а если вам было полезно это видео, я считаю, что раскрыл общую тему, как вести себя на камеру, как побороть страх перед камерой и быть результативным. Если вам было полезно это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Было бы интересно узнать ваши какие-то методики, возможно, как вы боролись со страхом, что у вас происходило, что вы делали, потому что существует, конечно же, еще большое количество методов, но я поделился с вами то, что использую сам и то, что практикует моя команда, наши люди и то, что дает результат. Поэтому вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Владимир Ковленко. Пока-пока, до скорых встреч, погнали! Субтитры создавал DimaTorzok